Говорю о том, что, ну, сказать-то мне по этому поводу просто нечего, зачем вы всё это пишете? Но, ладно, неважно, давайте просто вот уже перейдём ко всему этому, я, тем не менее, вот, ну, просто это кромешная, ну, это жесть полная. Я не знаю вообще, сам PRP или, там, не знаю, Evolve Roleplay, допустим. Ну, давайте посмотрим вкладка, что нового, в котором, видим, будут писаться все вот эти вот апдейты, обновления, всё прочее. Вы же явно умеете читать. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP, вся дополнительная информация в описании. Нет, ну, ну, просто ужас, ну, вот, я уже просто не знаю, я не хотел вот, чтобы, я вот, вернее, я просто, я хотел продолжить делать видеоролики на вот ту тему, на которую я хотел, то есть, чтобы только компьютерные проекты были, только компьютерные сервера, и я не могу туда уйти, я просто не могу. Просмотров они набирают нормально, то есть, практически столько же, сколько и там по мобильным проектам. Может быть, где-то меньше, может быть, где-то больше. Это не особо важно, платят всё равно плюс-минус одинаково, и за коммерческие просмотры, и за, в общем-то, сама Arizona от прямой рекламы. Разумеется, если просмотров много, то и платят соответствующе, но, в целом, там, когда разница в 20 или, там, я не знаю, 50 просмотров, это не особо большая разница по деньгам именно с просмотров. Поэтому, ну, такое себе. И вот сейчас, я просто вот, заходя в Лайфсамп, вы, наверное, уже видели мой видеоролик с вебкой, где я, там, просто смотрю новости в Лайфсамп, и говорю о том, что, ну, сказать-то мне по этому поводу просто нечего. Зачем вы всё это пишете? Я не понимаю. И, понимаете, в чём дело? Я зашёл в Лайфсамп, я пролистал, вот, буквально, вообще, ну, много новостей, и ничего не нашёл. Я не знаю, как с этим быть, я не знаю, что с этим делать. Именно поэтому, сегодня мы с вами, опять-таки, в очередной раз рассмотрим Бриллиант РП, он привязался ко мне уже, наверное, максимально, и эти новости по Бриллиант Ролеплей я уже делаю просто на какой-то, на инерции просто. Вот, потому что Бриллиант РП, это постоянно обзор, вот, от чего-либо, и это, в принципе, заходит, это, в целом, смотрят, это, в целом, комментируют, это, есть у этого какой-то фидбэк, мне на него, в общем и цело, наплевать. Тем не менее, вот, ну, он есть, и это, не сказать, что особо приятно, просто, вот, он есть, и всё. Но, ладно, неважно, давайте просто, вот, уже перейдём ко всему этому, я, я не знаю, мне достаточно сложно, вот, обо всём этом говорить, но Бриллиант РП, они запустили форум. Наконец-таки, вот, всё это получилось, сайта у них, насколько я могу знать, нету, в общем-то, он им, наверное, пока и не нужен, но они уже, как лично я понимаю, готовятся к открытому бета-тестированию, как я уже говорил в одном из своих предыдущих видеороликов, всё там готовят, все вот эти, вот, знаете, модельки скачивают откуда-нибудь с Liberty City.ru, или с прочих вот этих вот всех сайтов, сервисов, с всего прочего, ставят к себе на проект, на сервер, и люди заходят, начинают играть, говорят, вот, мол, КРМП, я так их люблю. Почему-то чуваки с КРМП до сих пор думают, что эти модельки, они делаются с нуля, хотя, мне, типа, кажется, что, ну, их скачивают, логично, что их скачивают, кто бы стал, там, в Сампе миллиарды этих машин, миллиарды этих моделек, кто-то бы стал их вручную убрать, перерисовывать, ну, типа, серьёзно, откуда у Бриллиант РП вообще такие деньги? И, несмотря на то, что проект-то, оказывается, ну, типа, продали, там, выходцам с Аризоны РП и с Вольф, ролеплей достаточно-таки странные выходцы, я только вот сейчас заметил на день четвёртый обсуждение всего этого, тем не менее, вот, ну, просто это кромешная, ну, это жесть полная, я не знаю вообще, что по всему этому поводу можно сказать, но давайте просто мы вот обозрим форум, потому что я говорю уже много всего, а по делу, по факту, ну, ничего, опять придут все эти хейтеры, которые будут говорить, типа, блин, а где нормальный контент, нормальные видеоролики, что ты воду льёшь, что-то там вот это вот всё прочее делаешь, я не хочу, чтобы так было, поэтому давайте мы уже перейдём к обзору непосредственно самого форума и посмотрим, что вообще они там сделали, что там вообще есть, а чем этот форум отличается от форума, там, я не знаю, Аризоны РП, Самп РП или, там, не знаю, Эвольф, ролеплей, допустим, ну, давайте посмотрим, чем всё это отличается, вообще, давайте начнём вообще с самого начала, мы прочитаем пост в новостном журнале Life Mobile, да, я хотел сказать Life Samp изначально, потом вспомнил, что Life Mobile, потом опять хотел сказать Life Samp, но это не особо важно, потому что они пишут, бриллиант ролеплей, запустили форум, как вам дизайн, и давайте мы сейчас, ну, разберём весь этот дизайн по полочкам, буквально детально, на уровне, наверное, какого-нибудь ванамаса или вроде того, слева мы можем увидеть главную страницу, наверное, это всё-таки сайт у них есть, я, наверное, погорячился, не особо всё это разведал, не особо всё это узнал, потом у нас идёт вкладка форум слева, и также слева, немного правее от форума, у нас идёт вкладка что нового, в котором, видимо, будут писаться все вот эти вот апдейты, обновления, всё прочее, дальше у нас идут форумные ветки, по типу, там, новостей, доната, технического раздела, предложений по улучшению, и всего-всего прочего, нам это не особо интересно, потому что дальше у нас жалобы, государственные, ну, в общем-то, вы сами всё это можете... Я всё это читаю, вы же сами всё это можете увидеть, услышать и вообще посмотреть, зачем я с вами обращаюсь к какими-то малолетними дебилами, которые читать, писать и всё прочее делать не умеют, вы же явно умеете читать, и я подозреваю, что если вы напишите комментарий по данным видеороликам, вы и писать-то умеете, и, скорее всего, даже грамотно, и, возможно, даже понимаете, в каких моментах стоит вставить запятую, а в каких моментах, я там, не знаю, точку, и предложения будут в целом, там, знаете, структурированы, чтобы я мог, ну, понять, что вы вообще такое пишете. Однако, мы смотрим на всё это, и мы прекрасно понимаем вообще, откуда растут ноги. Ноги, разумеется, растут из всех вообще форумных разделов, из всех форумов, которые только существуют на планете Земля, потому что я вот в последний раз слово форум до того, как начал играть в GTA сам, слышал, наверное, в году 2010, может быть, в 2009, тогда мне было лет 6, может быть, 5, может быть, 2,5 года мне тогда было. И понимаете, в чём дело? Я вот не думал, что вот это вот слово устаревшее, казалось бы, потому что ВКонтакте появился в 2012 году, тогда уже все вот эти вот форумные разделы, всё прочее, оно уже куда-то всё сместилось. Если у человека был какой-то вопрос, то он шёл, там, я не знаю, в тематическое сообщество ВКонтакте, либо на ответы Mail.ru, и всё там прекрасно узнал, всё ему было понятно. Сейчас же вот этот вот весь GTA Sample и в целом GTA CRMP, потому что бриллиант роли плейд, это как бы CRMP на Android, они вот возрождают всю эту тенденцию, ну, типа и до этого, все эти форумные разделы были и там, и так далее, и форумные вот эти вот сайты, они были уже давно, ещё, наверное, с самого первого GTA Sample проекта. И сейчас вот форумный раздел, форумные все вот эти вот прочие штуки, они есть, они существуют, вы можете туда зайти, что там возможно писать, там есть вот это вот, знаете, набивка сообщений, когда-то в каждом, по-моему, есть, я ещё не тестил форум вот бриллиант роли плейд, да я тестить его, наверное, и не буду, но подозреваю, что там есть вот это вот, знаете, количество сообщений у вас, и вы их, отписываясь в каких-то темках, можете набивать. Раньше мы так веселились с пацанами в наши, там, беспечные, безудержные, беззаботные 2015-2016 года, и, понимаете, в чём дело, мы тогда вообще даже не думали, что вот всё зайдёт так далеко, что уже даже чуваки с телефонов смогут зайти на форумные разделы, допустим, оставить какую-то жалобу, играя при этом на проекте в CRMP, на мобилку, то есть всё зашло очень далеко, и, наверное, сейчас вот, если бы я рассказал тем чувакам, с которыми мы играли в 2016 году про всё это, они бы не поверили, сказали, нет, чел, да ты прикалываешься, телефоны ещё не такие, знаешь, у нас до сих пор кнопочные, да, а ты тут уже об вот каких-то вот этих вот прочих вещах разговариваешь, ну тебе не стыдно в самом деле, ты вообще, ты кто такой-то, чтобы это делать, ты чё там с картами такое делаешь, и так далее. Но форумный раздел, форумы и все прочие вот эти форумные штуки, они, в общем-то, вот на вашем экране, на вашем мониторе, так с анимацией туда-сюда вертятся, крутятся, делаются все прочие вещи, вы в комментариях можете выразить своё мнение по поводу того, как вам весь этот форумный раздел, чтобы вы там добавили, чтобы вы там убавили, как, допустим, в треке каких-нибудь музыкантов, как сказал Ися, и много всего ещё вы можете там сделать, поэтому, ну, ждите форумный раздел Бриллиант РП, а я играл на проекте Аризона РП, вся дополнительная информация находится в описании, всё, пока.